Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшние наши герои – это любители древней игры шахматы. Хотя их сложно назвать просто любителями, юные шахматисты принимают участие в турнирах самого разного уровня, а занимаются они с детской шахматной школе имени Карпова. Я увидел этот шахматоклуб, я увидел вот эти фигуры, они мне понравились. Мама спросила, что это такое, она сказала, что это шахматы, и я ей сказала, что я пойду на шахматы. Вот так вот я и начал ходить на шахматы вначале. Просто я там учился играть, потом мы переходили к дебютам, и более сложные позиции начали изучать. Я могу играть на компьютере, я могу играть с другом просто так, ну и соревнования тоже. Ну ты помнишь первый турнир, в котором ты участвовал? Первый турнир я участвовал в Сухуме здесь. Ну и как ты проявил себя, какие у тебя были первые результаты? Первые результаты, честно, не очень хорошие, где-то там 20-е место. Потом начал изучать это все, понравились дебюты, как там расставлять, ну и начал изучать. А скажи, когда ты занял не очень хорошее место на первых соревнованиях, ты не расстроился, не решился бросить? Нет, я наоборот думал, какие у меня ошибки были, думал в голове. Ну там очень много зевков было, потом я не сразу это понял, тогда не очень хорошо играл. Ну и потом начал чуть-чуть, когда я уже опытнее стал, изучать эти ошибки, потом, ну и вот так вот, начал выигрывать. Мой первый тренер, который научил меня играть в шахматы, это был Равдин Евгений Васильевич. Второй мой тренер был Артур Баюклян. Там уже мы начали задачи решать. А вот к третьему тренеру, Тарану Дарьевичу Хархумал, где я сейчас занимаюсь, мы уже там дебюты начали изучать, такие очень непростые, где очень много, ну скажем, социальянская защита, там очень много вариантов. Я проходил к своему брату, спрашивал, что это такое, фигуры что-то. Он мне говорил, что это шахматы, я говорил, научи меня. Он мне научил, и мне понравилось, я начал ходить. Мы проходим, даем задачи, он проверяет, потом садимся, показывает нам дебюты, потом начинаем играть. Я с самого начала поставил задачу в целом гармоничное развитие детей, чтобы они проучить их компьютеры к работе с книгами, вот, самостоятельно заниматься, мыслить. И для меня, допустим, в первую очередь, это общеобразовательные знания, чтобы дети были гармонично развитыми. Мы стараемся, чтобы наши дети развивались, становились разносторонними, культурно развитыми людьми, вот для нас это все. И, конечно, от учительства в улице, от наркотиков, от неадекватного поведения, потому что здесь вырабатывается определенный стиль, можно сказать, такой джентльменский стиль поведения за столом, с соперником. То есть шахматы они еще и воспитывают? Обязательно шахматы воспитывают, и выигрывают, и проигрывают, и цели ставить, и добиваться этих целей, целеустремленность, и математические способности развивают, и все говорят, что это и школе помогает, в учебе. Сара, турнир, сауахун, шеча, сара, вай, изгет, акт, пиа, туб. А турнир, и хаман, апардиа, па, шба. Ван, за, вен, пистихан, москва, анапа сааан, и тая, адлир саан, са, таача, и сар, хит сара, а шахматы везен, сухумар, ворц, избан, зер, иртаху, пусия, ворц, иречен, шахматы, шедуха, амия хабабрия школы, шахматы, иртаху, 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 иртаху. А ей, вуэ, яхтой, тсаби саре, а юно. А шпу хаман, пубран, пусаб, исирботар партия, и сарау, бляла, исцой. Ах, шахмат вияртийута хызр. Айс, шахматы вияртийута хызр и Butспwas Church. Мы получаем задачи. Мы получаем партию по территории, и мы получаем работу. Мы получаем работу в школе, мы получаем работу в школе. и уход. Во всех школах города Сухум введены факультативные занятия по шахматам. Кроме того, что у нас работает здесь четыре тренера работает и по много детей, вы же видели сколько они занимаются. Я не говорю про всю Абхазию. В Абхазии в каждом городе тоже у нас есть свои тренеры. Но в Сухуме благодаря инициативе главы города Харазия Адгаруфетовича нам дали 10 штатов. У нас это не так обязательный предмет допустим, как в Армении но это факультативные занятия тоже нормально, тоже хорошо и оттуда уже у нас идет подпитка на нашу школу, на наши соревнования. Проблема тоже мы в принципе решали неплохо благодаря поддержке государства. это поездки на чемпионаты мира и Европы. Детские чемпионаты мира и Европы. Во-первых, это не только шахматы, это знакомство детей, это знание языков. Только там они начинают понимать, что надо иностранный язык знать обязательно, любой какой-нибудь, испанский или английский. Знакомство, общение, наши дети, чтобы не были замкнуты. наши дети ездили и в Грецию на чемпионаты Европы мира, и в Эмираты ездили, и в Словении, и в Чехию, и в Черногорию, и в Турцию вот за эти последние 10 лет. Сейчас немножко стало труднее в связи с обвалом рубля. Дорого стало. Но мы взяли другой курс, мы взяли другой курс. Пускай к нам приезжают. У нас есть для этого условия, великолепные. У нас есть помещение, инвентарь, судейство. Все на высшем европейском уровне у нас. И мы уже 15 лет подряд проводим Абхазия Open, Вачимчир, Гудаута, Сухом, Гагра, куда с удовольствием люди приезжают, и наши дети имеют возможность встретиться с сильными соперниками. Это не только спорт, но это еще и шахматный туризм, так называемый. Вообще, я не знала, что я туда еду. Мне мама в последний день сказала, что мы едем в Санкт-Петербург по шахматам. Я сказала, я очень удивился, начал думать, что будет, как будет. Мы туда прилетели, все было очень хорошо, только намного холоднее, чем в Абхазии. Я занял седьмое место, там было 8 призовых мест, я взял седьмое место. Участников, кажется, было 60 и более. Когда мы приехали, мы заселились в номера, потом пошли к тренеру, занимались, готовились к дню. Потом, когда мы приходили из игры, мы опять садились и занимались. Там было холодно, этот город был очень красивый, мы гуляли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поэтому наша большая поддержка у нас еще от родителей, потому что без родителей, родителями я называю непосредственно родителей, еще и бабушек, дедушек иначе. Без их поддержки, без их сопереживания, конечно, тоже мало что получится. В современном спорте вот так жизнь поставлена. Такой была наша встреча с юными шахматистами. Мы желаем им больших побед. А на этом с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok